Вопрос по потере идентификации. Мне кажется, это более такая, наверное, серьезная история. И тут хотелось бы передать вам слово, каким образом это может происходить, как строится такое влияние, которое может привести к разрыву у человека с самоопределением, самоидентификацией, у одного человека и у группы. Ну смотрите, в самом понимании самоидентификация закладывается, что называется, соль. Самоидентифицирует себя человек согласно каким-то своим требованиям. Соответственно, он свое персональное мнение высказывает, когда он один, когда он находится в толпе, он, грубо говоря, принимает правила игры этой толпы, у него размазывается ответственность, у него, получается, нивелируется свое собственное мнение, и вроде он как бы тут ни при чем. Из серии «Все побежали, я побежал», как из известного фильма. Соответственно, дальше добавляется срок за побег, а тут уже становится сильно грустно, потому что ответственность уже накладывается на него. Я бы хотела подчеркнуть еще раз, что если у вас есть четкое понимание своих собственных целей, своих собственных, ну то есть какая-то структура и стержень внутри, то об этом стоит вспоминать, несмотря на то, что эмоциональное заражение в толпе, оно крайне распространено, потому что воздействует на самые древние механизмы эмоций. Хотелось бы обсудить, наверное, вот то, о чем Елена начала говорить, да, это манипуляция, это воздействие на создание. Это еще один из подходов в управлении как человеком, так и группой людей. Анна? Да, если можно, я бы, наверное, говорила даже не просто управление сознанием человека, группы людей, а о вербовках в интернете. Потому что вербовка может быть, ну в таком, в кавычках, конечно, вербовка, понятно, что. Вербовка в свою сторону. И каким образом происходит, если говорить о том, что у нас почему-то появляется какой-нибудь дружелюбный собеседник в чате или там в соцсетях, да, почему-то он начинает переживать за ваши проблемы, начинает предлагать свою помощь. И вот здесь вот то самое критическое мышление, да, а почему я ему интересен? То есть включите критическое мышление, свою психологическую безопасность, вспомните о ней, да, в общем-то позаботьтесь. Потом начинается вопрос, начинают говорить о вокруг кругом опасности. Если говорить вот о банковских махинациях, да, появляется какой-то сотрудник банка или сотрудник безопасности какой-то, который начинает говорить, что они переживают за ваши деньги. Ну когда это было на самом деле, наверное, это сомнительная история. Мне кажется, тут очень тесно все связано с самооценкой человека, да, вот это вот подумать, а кому ты будешь интересен? Как, я не интересен? Как это я не интересен? Да я вообще, да я самый лучший во всем этом мире, да, конечно, я всем интересен. Конечно. А следующее будет, да, то есть вот они интересуются вами, а потом о кругом враги, кругом хотят ваши деньги, хотят перевести. Субтитры сделал DimaTorzok